Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. В ближайший час «Ни слова о политике». Говорим сегодня снова о театре. У нас в гостях Юлия Пурин, режиссер и хореограф театра «Пур-ле-Шанс» и Марина Константинова, актриса этого театра. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наверное, начнем с того, откуда такое название возникло, экзотическое достаточно для нашего города. Юлия, вы как руководитель театра, вам слово. Название на самом деле не экзотическое, потому что у нас в городе много итальянских и французских названий и имен. Перевод неоднозначный, его можно трактовать по-разному. Пур – это французский предлог «для». Пур – это жребий на иврите. Ну, нам это первое, первый жребий. Ли – это предлог. Шанс, вы понимаете и знаете все, что это такое. Шанс – это то, что дается. И то, что, если не использовал, то становится очень грустно на душе. То есть вы предлагаете некий шанс своим зрителям окунуться, может быть, в другую реальность, узнать что-то новое. Я просто предлагаю ощутить шанс, как возможность раскрыть свои внутренние какие-то желания, не самые худшие, скажем так. Ну, театр уже больше 10 лет. Это такой для любительского коллектива серьезный срок. То есть действительно, наверняка уже несколько сменилось там, ну, не поколение, конечно, актеров, но наверняка кто-то приходит, кто-то уходит, коллектив как-то меняется. А вот с чего все начиналось? Начиналось все с того, что нужно было выступить от облсовета или горсовета. Был такой вот, как это называется, конкурс «Одесская семья». Там собрались веселые очень мои подруги и за неделю подготовили этот конкурс, после которого мы, кстати, там выиграли. Мы привлекли детей, которые танцуют, привлекли своих друзей, устроили такой артистический балаган на сцене, очень симпатичный. И после этого мы не смогли расстаться, потому что мы присели вот на этот вот момент желания сцены и не смогли больше отказаться от него. И очень хорошо, что не смогли. И сцена же, она затягивает, завораживает. То есть действительно говорят, что это наркотик и артист. Я вот не хотела, не хотела, так в чем выделяла. Да, да. Это правда. Это абсолютная правда. Человек, который попробовал сцену, ну будем так говорить, а потом по каким-то причинам лишился ее, я знаю достаточное количество таких людей, ну по периодам их жизни, потому что много работаю и с профессиональными актерами, допустим, в русском театре. Больше 13 лет я хореограф русского драматического театра. И когда я вижу актера, которому не дают роль, я вижу все страдания человечества. Но зачастую это трагически заканчивается, когда человек не реализовывает себя. Если он не выдержал этого периода, то да, трагически. Те, кто выдержал, становятся либо мегазвездами, либо очень хорошими, еще более хорошими актерами, либо режиссерами, что страшно. Почему вы так характеризуете эту профессию? Я так понимаю, что из личного опыта? Из личного, из личного. Мне пришлось работать с разными режиссерами, после чего я решила, что я уже настрадалась, и вполне я настрадалась, и могу быть сама режиссером. И получилось случайно, а может и не случайно, не знаю. Мы поговорим об этом. Марина, как вы примкнули к этому коллективу? Вы являетесь актрисой театра, вот с какого момента вы в коллективе, и как это произошло? Я очень хорошо помню дату своего вхождения в коллектив. Это было 5 января 2014 года. Моя приятельница пригласила меня в театр, где она играла. Мне было очень любопытно, потому что, в принципе, я всегда интересовалась театром. И такое красивое слово, как аматорский театр, то есть театр людей, которые не профессионалы, но очень много отдают этому и своих сил, и своего творческого потенциала. Мне было всегда это очень интересно. И я пришла на спектакль, и увидела его, и мне настолько стало просто не то, что приятно, а удивительно, что существует вот настолько дружный коллектив. Это было видно. На сцене были видны взаимодействия между людьми. И настолько профессионально сделанный спектакль, что я набралась наглости, скажу так, подошла к режиссеру, сказала, что мне действительно реально очень это интересно. И получила приглашение прийти на репетицию, посмотреть, присмотреться. Я хочу сказать, что я попала в достаточно спаянный, спетый... Сказать? Нет. Не скажу. Другой глагол не скажу. Очень дружный коллектив. И для меня большая честь, что коллектив меня принял, что я стала в нем своей, я надеюсь. А для меня это реально сейчас не просто коллеги по сцене, это друзья по жизни. Это очень важно. И вот у нас есть такой статус аматорского семейного театра. Он в полной мере оправдан. Потому что вы как-то сказали, что несколько поколений сменилось. Да, действительно, есть люди, которые приходят и уходят. Но у нас поколения не сменяются, а прибавляются. У нас есть актеры, которые создают семью, рождаются, начинают свой творческий путь с двухнедельного возраста и выходят на сцену и показывают другим актерам, взрослым, которые иногда забывают мизансцены, вообще куда надо идти и что надо делать. Даже такие случаи. Абсолютно реальные случаи, когда мы между собой как, где, куда, и нам из зала двухлетняя актриса показывает. У нас родители приводят своих повзрослевших детей. А дети, которые начинают с детского возраста, растут и становятся уже совсем профессиональными. Поэтому вот этот семейный статус театра очень важен. Вы себя позиционируете как театр одесский, еврейский, семейный театр для всей семьи, аматорский театр, который существует при Международном еврейском культурном центре Мигдаль. Какая тематика вообще спектаклей? Как-то вот эта еврейская тема должна присутствовать? Или вы вольны в выборе своего репертуара? И как он формируется? Одесский, семейный, понятно, что еврейская тема. Уже. У нас постановки по еврейским авторам, причем кроме Шолом Малехима, не было таких вот популярных в Одессе известных авторов. Вот этот вот спектакль, после которого пришла Мариночка, из которого мы съездили на фестиваль в Чернигов, а потом поехали в Киевский фестиваль День театра, где получили гран-при зрительских симпатий и привезли такой очень симпатичный маленький крылышко гран-при, кучу грамот. Это спектакль по Эдгару Керрету, который назван «Диагноз Jewish Blood». Еврейская трофь – это диагноз. Даже если человек отказывается от своей религии, от понимания, кто он в этом мире, он все равно наткнется на то, что то, что у него внутри, под его кожей, оно его вернет все равно туда, куда должно его вернуть. Поэтому вот об этом, вот современные пять миниатюр, вот об этом, в принципе. Но это не всегда выглядит симпатично, но это зато выглядит правдиво. Ну вот театр для всей семьи, вы выбираете темы, которые будут близко разным поколениям, как я понимаю, то есть на разную аудиторию, на широкую самую аудиторию. Мы пробуем выбрать темы, которые просто интересны людям. Любовь, ненависть, ощущение человека в современном мире, взаимодействие. То, что всегда волнует. Все, все вместе. Это интересно любому возрасту. У нас вот маленькая актриса, к нам пришло несколько молодых актеров. Они, им 18-19 лет. При этом они медики, то есть они достаточно циничные уже, хотя они еще не закончили медучилище. Не закончили циничные еще. К нам пришел актер, который снимается много в сериалах, Михаил Иванов, который в возрасте элегантности. К нам приходят разные люди. Не все остаются, потому что не всегда понятно, куда они пришли. У нас не просто театр. Ну, можно назвать это сообществом близких душ. Мы все связаны духовно, друг с другом. А вот какие еще качества должны быть, чтобы человек остался действительно в коллективе? Честность – это первая качесть. И открытость к остальным. Потому что приходили люди с непонятной целью. Очень смешна цель прославиться. Мощно. А какая мотивация самая распространенная? Ну, посмотрите вот на это лицо. Ну, какая может быть мотивация? Мотивация самая распространенная – это играть в спектакль, что-то показать, то, что накипело. То есть именно желание творческое какое-то реализации. Желание творчества, причем открытого, мгновенного делиться. Желание делиться. Все люди, которые пришли не делиться, а вот что-то вот они себе там думают, что там отрастет, а вот что-то платят, не платят. И еще что-нибудь. Эти все люди отходят, как шелуха сами. Их было, кстати, за 14 лет буквально человека 4. Это очень мало. Потому что в аматорских театрах меняется очень часто состав. У нас весь основной состав, человек 12, действуют вот эти вот годы все. Это одни и те же люди. А сколько человек сегодня вообще в коллективе? Мы не можем посчитать. Ну, так со мной, и с костюмером, и со звукооператором, и с ветооператором 20. 20 человек? Это много. А для аматорского театра это немало действительно. Это для любого театра уже немало. Потому что начинается уже волнение. Ну, вот, Юля, мне кажется, что вам не просто, наверное, вы работаете и с профессиональными артистами, и вы работаете с аматорскими артистами. Вам приходится чему-то обучать, вот своих подопечных, да, как-то прививать им какие-то азы профессии. Как вы работаете, как вы переключаетесь? А я не переключаюсь. Или все как-то органично получается? Для меня это одно и то же. Есть, конечно, специфика у профессионалов, есть специфика у аматоров. Но аматоры, которые работают достаточно долго, они уже где-то вот подходят к профессионалам в каких-то своих качествах. Это речь, пластика. Аматоры особо не наблюдают. Аматоры просто, если я с ними работаю, то в плане дисциплины как-то больше. Они начинают разговаривать, они общаются, они все дружат между собой, они помогают. Ну, потому что они не на работу приходят, действительно. Они забывают иногда, иногда, не всегда, вовремя выйти на сцену. Где? Где люди? А зарюбовались. Заболтались. Но это же самое, то же самое с профессионалами. Единственное, что, конечно, профессионалы чувствуют, имеют больше, естественно, знаний, чувствуют себя по-другому, но зато и опломбу хватает. А опломб мешает всегда совместной работе. Ну, вот есть режиссеры, которые специально, кинорежиссеры в частности, которые специально выбирают непрофессиональных артистов, потому что с ними легче работать, они более естественные. А кино другая фишка, это не театр. Снимается один и тот же кадр 70 раз. То есть там проще, да? В этом смысле. Просто 70 раз или 170, пока не будет сделано то, что хочет режиссер. А в театре, когда идет спектакль, одна сцена пересекает другую. Все наоборот, все на виду. Марина, расскажите о персонажах, которых вам довелось переиграть за вот эти годы, что вы находитесь в коллективе театра. И может быть, какая-то роль особенно вам близка, интересна, а может быть, давалась вам как-то непросто? Ну, я хочу сказать, что все роли очень интересные и очень разноплановые, поскольку спектакли разные. А они все связаны, да, действительно, есть еврейская тема, проходит в них, но они разные и по сюжету, и по временным рамкам, в которых происходит действие. И первый спектакль, в который после достаточно долгого вхождения в театр я приходила, присматривалась, ко мне присматривались, выполняла различные функции, вот ухаживала за маленьким, только родившимся, например, там, ребенком у нас в театре, актером, актером, актрисом, пока родители репетировали. Вот, потом мне доверили роль антисемита, фашиста, вот, ну, такая вот очень ответственная роль. Очень интересный был момент, когда я перед премьерным спектаклем, где я играла антисемитку Матрёну, такая очень яркая для меня интересная роль, я сломала ногу. Не антисемитку, просто русскую Матрёшку. Но она, она была очень колоритной именно в этом плане. выделила свой персонаж, вот как раз здесь. Да, да, ну, режиссер так и трактовал это. Вот сейчас мы не будем творческие, какие вот наши споры вносить сюда на бой. Так уже понятно, как проходят репетиции, собственно. Вот, и вот тут я могу сказать, зачем еще люди приходят в этот коллектив. Потому что творчество, да, это очень важный момент. Но очень важный момент и чувство плеча, локтя и дружеской атмосферы человеку просто реально не дают пропасть. Тут же возникли костыли, тут же возникла машина, договоры с врачами, рентген и так далее. А у меня одна мысль, через три дня надо на сцену. И как и что? Ну, у нашего режиссера есть замечательный муж, который без репетиций входит в эту роль. Но в гриме. Но в гриме. Вот, и все случается, и все срастается. Тяжело быть можем у режиссера. Да, очень часто надо выручать. Надо выручать. Удивляюсь, когда прихожу домой. А он еще там, да? Вот, вот это ощущение действительно дружбы, поддержки, контактов и не только на сцене, но и вне сцены, оно очень многое дает. А для меня очень интересная была роль вот в спектакле, который я сейчас играю. Вот тот спектакль, о котором говорит Юля. Это новая редакция спектакля. И миниатюры, в которые я играю, квартирного агента, женщину с такой достаточно сложной судьбой. Ну, такая профессия, которая вынуждает вынуждает быть достаточно жесткой и общаться с людьми. Миниатюра, которая дает как бы разные ракурсы женских судеб. Мне важно вот это показать. И что замечательно, взаимодействие актеров, которые уже складываются за сценой, они на сцене продолжают работать. Это очень важно, когда мы действительно чувствуем друг друга. И интонационно, и визуально, это очень важно. Сколько сейчас наименований в репертуаре театра? А основных пять спектаклей. Но поскольку у нас аматорский театр, мы можем репетировать только два раза в неделю, и каждый новый спектакль у нас готовится в течение года. Целый год мы это вынашиваем. А вот пять спектаклей, но все они были такими с резонансом в Одессе, потому что играли в Бейтгранте, играли в Театре Перуцкого, играли в Мигдали в нашем доме. Который пригрел нас, надеюсь, на долгие годы и поддерживает нас. В Театре Ночайной. В Театре Ночайной. К сожалению, к счастью, мы успели. Ну, я думаю, что Театр Ночайной продолжит свою успешную работу, просто уже в другом помещении. Мы надеемся на это и желаем. Как проходит репетиция? Я так понимаю, что споры, какие-то активные обсуждения, все это присутствует. Артисты предлагают свое видение, свои варианты. Вы спорите или даете им возможность тоже поучаствовать в создании? Нет, артисты, конечно, предлагают свои варианты. Но вы понимаете, к сожалению или к счастью, я не могу принимать всегда, очень редко, когда я принимаю какую-то актерскую позицию, потому что есть свое видение. вот куда его деть, непонятно, оно есть. И когда оно идет в разрез, я не могу согласиться. И я всяческими методами, педагогическими, антипедагогическими, стараюсь объяснить, для чего это. Не просто вот так и все. Нет, я пытаюсь объяснить для чего. Ну, это самое тяжелое, вообще, объяснить для чего актеру. профессиональным артистам тоже, да? Я так понимаю, что здесь не имеет значения. То же самое, только в еще большей степени. Даже профессионалы приветствуют, как говоришь, я так вижу, я так знаю, все, еще жестче, потому что как только вступаешь в либеральные отношения, это провал. То есть все-таки должна быть такая жесткая режиссерская рука, которая будет направлять. Железяка должна быть. Женщине режиссеру сложнее в этой профессии существовать? чем мужчине, как вы думаете? Вообще говорят, что это такая очень мужская профессия. Я не знаю, я насмотрелась мужчин, я считаю, что женщине, возможно, даже легче, потому что женщина, как вода, может где-то и обтечь острые углы, а мужчина очень редко когда может это сделать. Ну а что самое сложное для вас в этой профессии? Все-таки собрать воедино вот эту картину? самое сложное найти как в любой профессии вот эту нотку, которая даст резонанс в сердце вот моих людей, моих, чтобы и им это вот, чтобы они почувствовали, что вот да, вот это вот надо делать, что это здорово, чтобы им всегда хотелось работать, реализацию вот этой идеи. И самое главное, что они выходят на сцену, чтобы они получали удовольствие, наслаждение от выхода на сцену, чтобы это не было рабство, как я видела много раз театральное рабство. Это ужасно. Не хочешь, а надо. И деться некуда, вот что самое ужасное. Нашим-то есть куда деться. Заболел, ушел, обиделся, пришел, все в порядке, а вот не всегда. Самое главное это взаимопонимание и любовь. Я так понимаю, что вот часто же про театр говорят террариум единомышленников. Ваш театр не относится к этой категории. Вы говорите, что все-таки дружба, поддержка, взаимовыручка это те киты, на которые удерживаются. Для нас это абсолютно непреложные истины. И вот Юля говорит о творческом процессе режиссуры. Действительно, здесь она голова и ее направление, оно ведет вот нас к тем результатам, которых мы достигаем. Но на этапе создания пьес, потому что мы берем материал очень интересный, разный, мы... А кто предлагает, кстати, Юля? Вы предлагаете или вы как-то коллегиально решаете? Коллегиально. Мы мучительно не просто предлагаем, мы ищем. Мы ищем, причем с такими муками, мозолями на мозгу, что очень тяжело. Мы нашли потрясающего для нас Ромена Гори «Жизнь впереди». Это уникальный писатель. У него две гонкуровские премии, единственный в мире человек, который получил две премии, потому что вторую писал по псевдонимам. Совершенно верно. У нас Эдгар Керет, которого в Одессе мало знают, которого мы пропагандируем. Вот, кстати, мы на Киевском фестивале для него грамоту, благодарственную все-таки благодарственное письмо за развитие украинского театра и еврейского театра. Мы получили его разрешение. Лично разрешение играть его, так сказать, ставить на сцене его материал. Материал. Это тоже большая редкость. У нас чудесный Яцик Мангер «Жизнь в раю». Кто его знает? Никто. Это те спектакли, которые сейчас в репертуаре. И у нас очень большая подготовительная работа была к спектаклю, который мы в прошлом году выпустили, «Пока любовь не разлучит нас». Это «Полеопероси». Это средневековая Прага, это эпидемия чумы, это еврейская средневековая гетто. Это такие, казалось бы, далекие от нас времена, а взаимоотношения людей, они вот такие же, как будто сейчас где-то мы увидели это за окном или в соседней квартире, вот эти взаимоотношения людей, которые вот мы видим. И мы прочитали эту книгу, мы долго к этому шли, как написать по этому материалу пьесу, потому что это роман, и роман, который не очень знают. А кто занимается переработкой материала, опять-таки? А переработкой материала занимается та самая друппа, которая выиграла в конкурсе еврейская семья. То есть вот этот костяк и остался. У нас там есть Николь Толкачева, у нас есть Екатерина Голубева, Софья Черникова, Мариночка еще не дошла до нашей группы, я надеюсь. Я занимаюсь пиаром, сайтом, продвижением, я иду в фестивале. помимо актерских обязанностей, есть еще и какие-то дополнительные У каждого есть свои обязанности. Есть костюмеры, есть гримеры, это все продумывается, это все своими руками воплощается. Я так понимаю, что вот вы сказали о том, что есть актеры у вас в трупе, которым две недели, и до бесконечности. Вот вы сказали, что есть до 76. До 76. Да, у нас есть такой красавец. Вся жизнь впереди, да, по Роману Гори. Главный герой – мальчик по книге, насколько я помню. Мальчик чудесный, Витя Димбицкий пришел мальчиком, потом вырос, вырос мальчик наш, и сейчас мальчику 18 лет, он учится, и, к сожалению, из-за того, что он очень много учится и работает, он ушел. Но он вырос у нас, и он играл эту роль лет пять. И вы делаете замену, да, вы ищете другого артиста? Я ищу, но я пока не могу никого видеть на этой роли, кроме Вити, хотя он уже такой двухметровый дядька, очень большой, когда он меня видит, он басом, Юля, здравствуй, говорит. А как с детьми работать? Ведь действительно, ну вот в данном случае, это же такая сложная роль психологически, это такая вообще история тяжелая. Это очень тяжелая история. Как ребенку объяснить? Вы знаете, Витька, он такой нежный, податливый был, такой ласковый, какой-то такой вот мамин-мамин сын, что с ним было легко, и это был единственный человек в театре, на которого невозможно было рассердиться. Если я начинала с кем-то из актеров там что-то выяснять, он что-то такое говорил, Юлечка, ну ты так хорошо выглядишь сегодня, ну зачем ты сердишься? И я так, снимал полностью, снимал, который понял, как манипулировать. Ласковый, ласковый. Делал это великолепно, но искренне. А сейчас его сестричка. А сейчас его сестра, Лиля Дембитская, Лилечке сколько лет? Лилечке 12. 12. 17 лет. Тоже играет в спектакле по Лео Перуцу, и играет тоже очень серьезную психологическую роль, она играет девочку, которая умерла. Дух девочки. Такого возраста, это как бы тоже такой тяжелый момент, непростой момент, да, и вот войти в этот образ. Расскажите, самые значительные награды, самые значительные какие-то достижения вот за, ну практически 15 лет в следующем году театру, такой тоже, наверное, юбилей, который вы будете каким-то образом отмечать? Безусловно, отметим 100%, пригласим вас. Награды расскажу. Мы были несколько раз участниками фестиваля, блуждающей звезды в Киеве. Нас там очень хорошо принимали. Это театральный фестиваль? Это театральный фестиваль. Он не делится на аматорские? Он не делится. И там нас приняли за профессионалов. Это самая высокая награда. А вот, я могу не все помнить, зато есть Марина у меня. Мариночка. Я хочу сказать о победах вот этого года. Это очень интересно. Нас пригласили в Чернигов на фестиваль аматорских театров украинских. И вот мы показывали новую редакцию спектакля «Диагноз Джоиш Блад». Понравились жюри и получили удивительную награду за пластику и акробатику. Ну, не даром бы и хореографию. Да, естественно. Но акробатов в театре точно нет. Нам было очень интересно. Нам приятно. Да, нам было приятно, потому что действительно, значит, вот так наши пластические этюды были восприняты. В этом году проходил в Киеве театр, первый такой всеукраинский день театра. Он назывался. Это фестиваль именно аматорских театров. Туда были приглашены 42 театра со всей Украины. Мы представляли Одессу. И наш спектакль получил приз зрительских симпатий международного зрительского голосования. Для нас это очень важно. Потому что понятно, что оценка жюри это всегда очень трогает, это всегда... Ну, и субъективно, конечно, но и понятно, что оценка профессионалов для нашего роста важна. Но когда зрители в разных странах, больше 10 стран, имели возможность онлайн-трансляции, смотреть наш спектакль и потом голосовать, и мы с огромным отрывом от других театров получили вот эту нашу первую премию, это было очень приятно. Мы работаем для зрителя. Ну, и я хочу сказать, что после этого было обсуждение с членами жюри, и один из членов жюри сказал, вы знаете, вот я не буду скромной, просто вот его слова приведу дословно, вы по факту аматорский, но по профессионализму, вы профессиональный театр, и он сказал, чему я очень завидую, это в вашей атмосфере. Я вижу, что вы абсолютно друг другу приятны, что вы дружны, что вы коллектив не только на сцене, но и вне сцены, и это действительно редкость, и это сквозит в наших отношениях. Вот такая вот оценка, это драматург Александр Володарский, его оценка была очень приятна для нас. Ну да, человек авторитетный театр. Мы поставили спектакль по его... Ну вот это, наверное, наиболее оценная оценка. А вообще, на ваш взгляд, сегодня вот существует какая-то действительно такая четкая грань между коллективами профессиональными и аматорскими? Ну понятно, что есть разные театры, есть хорошие, есть плохие, но в принципе, если взять вот общий какой-то срез. И в чем отличается? Где-то люди просто приходят на работу, а где-то они это делают по велению души. Или есть действительно какие-то принципиальные отличия? По велению души, конечно, лучше, чем на работу. Хотя... Ну, кого-то это совпадает. Веление души, что касается актерской среды, да, люди идут работать в театр и заканчивают театральные всевозможные институты, училища по велению души. Просто в профессиональном театре, как бы сказать, корректно, более жесткое отношение, рамки по отношению к актеру. Понимаете? И это делает актером, актера делает как бы зависимым. Он в кабале. Актер аматорского театра, конечно, чувствует себя просто свободным. А где-то в каких-то моментах на сцене это всегда почти видно. Вот в этом основном. Ну, существует мнение, опять-таки, и театральных критиков в том числе. Есть мнение, что народные театры в том числе. Ну что, в принципе, во-первых, театры они рождались как любительские коллективы изначально, да? А кроме того, говорят, что самые какие-то яркие открытия на сегодняшний день действительно происходят среди аматорских театров, потому что как раз по причине потому что они свободны, да. Вы наблюдаете такой процесс, потому что вы же ездите на фестиваль. Но и наблюдая на нас, и не только на нас, и преклоняюсь и люблю, невзирая на многие недостатки всех творческих людей, целую их и шлю им большой привет, потому что это люди, которые проходят ад многократно в течение всей своей творческой деятельности. А для чего тогда вот такая сложная профессия, столько действительно проблем, вот для чего тогда все это существует, для чего вы приходите каждый день и начинаете что-то делать? Ну, на мой взгляд, скажу. Потому что они без этого не могут. Ну, вот с того, с чего мы начинали, да? Да, совершенно верно. Это такая зависимость. Но есть же люди, которых сцена, наверное, не принимают. Вот они хотят, пробуют, но что-то не получается. Ну, это их счастье, может быть, что сцена их не приняла. Может быть, они компьютерщики. Пусть они делают программу. просто в чем-то покупку. Конечно. Не надо расстраиваться, нужно искать себя или в ближайшем чем-то. Может быть, он фотограф, может, кинооператор. Может, он поэт-песенник. Пусть поют песни на Дерибасовской. Кто знает. Марина, вот вы стали актрисой не так давно, да? Три года. Четыре. Четыре года, как вы занимаетесь. Нет, ну расскажи, что ты была уже актрисой. Это тоже была. Ну, вот как раз хочу предысторию, да. Потому что же говорят, многие девочки, да, еще в раннем детстве мечтают об этой профессии. Потому что, ну, считается, что она такая женская, такая красивая профессия. У вас тоже была такая история? Вы с детства мечтали о сцене, о подмостках театрами? Вообще, по профессии инженер-строитель путей сообщения. Не совсем сделала. Да, прозаическая такая профессия. Я закончила Московский институт инженеров транспорта и приехала работать в Тулу, распределение города, недалеко от Москвы. И первое, что я сделала, когда устроилась на работу, я стала искать вот такой театр-студию, куда можно было бы пойти. И после своей работы инженером как-то можно было свой досуг занять свои мысли, свои чувства. А тогда, это были 90-е годы, это вот такой был расцвет театра-студии. И вот там я начинала такой свой творческий путь. Как не смешно это звучит. Потом был, конечно, большой перерыв. И вот я, приехав в Одессу, несколько лет я прожила без театра, и я поняла, что мне этого недостаточно. Хотя по роду своей деятельности я работаю с людьми. Я работаю в женской общественной организации, в женско-еврейской общественной организации. Работаю именно с людьми для того, чтобы они сами себя ощутили по-другому. И веду тренинговую работу. Но мне хотелось именно выразить себя на сцене, выразить себя вот с такими людьми, с которыми мы смотрим в одну сторону. Это очень важно. И я благодарна судьбе, что я нашла это. А когда вы стали выходить на сцену регулярно, вот в жизни тоже что-то изменилось, и вам стало легче находить, может быть, общий язык с теми людьми, с которыми вы общаетесь? Это большая практика, потому что действительно наше умение где-то подать голосовое, какое-то там сообщение, а где-то промолчать. Вот Юля об этом говорит. Ведь молчать это гораздо труднее, чем говорить. И умение работать в команде, в коллективе. Я хочу сказать, что у нас вот есть очень хорошее качество ансамблевости. Я считаю, что вот это, наверное, в первую очередь отмечают и зрители, которые приходят к нам, и те профессионалы, которые нас видят. Мы ансамбль. Мы действительно друг другу подаем, а не мешаем, не ставим подножки. И вот это умение работать в ансамбле, в команде, оно нужно в любой работе. Ну, как раз и говоря, что хороший от артист, который работает от партнера, да? Абсолютно. Потому что, если ты сам для себя работаешь, то, в общем-то, на этом все и заканчивается. Выглядит это отвратительно. Это перетягивание одеяла, оно хорошо только, вот, когда, помните, спектакль, да, или фильм, это был театр, когда красный платок, и на себя весь акцент. Это хорошо, вот, когда мы видим это на сцене, такой гротеск. В жизни, конечно, когда на сцене ты видишь, в любой сложной ситуации тебе приходят навстречу, и ты приходишь навстречу другим, забыт текст, или там какая-то мизансцена выстроена по-другому, вот это чувство локтя ансамбля, оно рождается не только в момент спектакля, оно рождается и на репетициях, и в не репетиционном периоде, это очень важно. Ну, а какие-то сложности, вот, при вхождении в эту профессию были у вас, или все просто, вот, как по маслу, и никаких... Для меня очень важно то, что меня принял коллектив, потому что, я еще раз говорю, входить в коллектив слаженный, который уже много лет прошел вместе, уже пережил такие творческие взлеты, было достаточно, ну, сложно. Я сейчас, в общем-то, выражаю свои наглости, потому что говорят, что в этом возрасте друзей приобретать трудно, и что-то кардинально в жизни менять трудно, и вот мои коллеги по моей основной работе мне несколько раз об этом говорили, что вот как ты смело поступила и нашла вот таких вот единомышленников, друзей, которые стали друзьями по жизни. Поэтому в любом возрасте можно найти и друзей, и то дело, которым ты хочешь заниматься. Вот. И, наверное, это счастье, что действительно как-то звезды А хорошо, что ты пришла. Я очень рада. Спасибо большое. Как, в принципе, вот любой человек может прийти, попросить пройти пробы, как вот пополняется труппа театра? Или на сегодняшний день у вас уже сформированный коллектив, и вы... У нас сформированный коллектив. Уже никого в себе не перешли. И те, которые вот как бы, как Мариночка, в общем, в принципе, мы Марину не ждали, и нам было хорошо. Но вот она пришла. И стала еще лучше. Она такая корректная, интеллигентная, она вытерпела какой-то момент, ну, вот этого вхождения. Ну, прицепи какой-то, понятно. Приглядки. Приглядки. Причем она даже не работала. То есть какие-то проверки вам все-таки высказывали? Безусловно, подводные были. Ну, я пришла, вытерпела. Просто я пришла, когда спектакль уже был почти на подходе, и, соответственно, ну, некуда было не вводиться. И вот, как мне потом девочки говорили, и там, и мальчики со стороны смотрели, придет на следующий репет, то есть не придет, уйдет, не уйдет, ну, как бы приходит, и фактически на сцену-то не выходит. А тут что-то где-то там помочь ребенку. То есть вы выждали просто свои места. Мне было интересно. Я реально, вот я когда рассказываю сейчас об этом нереально, было интересно. Даже не выходя на сцену, мне был интересен процесс, и самое главное, мне были интересны люди, которых я увидела. Это очень важно. Потому что, когда ты видишь яркие личности, когда ты видишь какие-то взаимоотношения, которые между ними существуют, и чувствуешь, что к тебе относятся доброжелательно, и готовы тебя в этот коллектив принять, ты будешь не только ждать, а ты будешь помогать тем, чем ты можешь в этот момент. Не всегда можно выйти на сцену, но можно чем-то другим помочь. Ну вот редкий артист так будет говорить, да? Это правда. Потому что все же стремятся на сцену, и желательно сразу... Все стремятся, причем многие все время стремятся, даже когда там уже не надо ему находиться, он все равно стремится. Это выглядит таким вот образом, когда ребенок в школе вот это все время делает. И никогда учитель не возьмет, не скажет, ну пусть опусти уже. выберет дальнего, тихого, несчастного такого. И ведь вообще люди творческие же, у них несколько иное отношение к себе и в себе. Противолечимые до безобразия. Очень сложно адекватно себя оценивать. А есть какой-то рецепт, может быть, как действительно... Адекватно себя оценить? Да, быть к себе критичным. Мариночка, я даже не знаю, какой это может быть рецепт. Наверное, чувство юмора. Я думаю, что только вот это может спасать. Но здесь это по себе. А по отношению к себе. Ну и к другим тоже. Понимаете, когда ты к себе критичен, и когда ты по отношению к себе допускаешь какие-то шутки, тогда и какие-то шутки по отношению к другим, они будут не обидными. Они будут понимающими. Абсолютно. Не угрожают. Юмор очень помогает. Юля, вы так тяжко вздыхаете, очевидно. Приходилось сталкиваться. Приходилось. Терпела, проявляла мудрость, сколько могла. Я не очень терпеливый человек. Но тут я один. Дело в том, что оно же как нарыв. Назревает, назревает. Человек себе там я велик, 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 велик. И надувается, как пузырь. И тут подходишь с маленькой иголочкой. Такое незаметное движение. И вот величие, оно как-то вот куда-то... Заканчивается время эфира. И я не могу не спросить, где же можно... Я так понимаю, что вы ездите и на гастроли, и в других городах можно посмотреть на вас и на ваше творчество. Но вот что касается Одессы, может быть, какие-то фиксированные дни, когда вы выступаете? К сожалению, фиксированного ничего нет. Как зрителям посмотреть на вас? Значит, есть страничка на фейсбуке нашего театра Пурли Шанс. Там мы всегда выставляем анонс. Где, когда, с кем мы выступаем. В ближайшее время уже известно, с каким спектаклем и где вы будете. Смилуйтесь, конец театрального сезона. Мы закрыли этот театральный сезон. Мы отдыхаем. Двухмесячные каникулы у нас были. То есть в сентябре уже можно более активно... В конце сентября можно активно смотреть на нашу страничку. Поняла вас. Пока будете готовиться к новому сезону. Будем ждать зрителей в новом сезоне. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была Юлия Пурин и режиссер-хореограф еврейского театра Пурли Шанс и Марина Константинова, актриса этого театра. Я, Марина Баканурская, прощаюсь с вами до завтра. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после начнется вечер над Домской Салой Есиной и Александром Новицким. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Только новости культуры. Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова